Наша недельная глава называется Беа-Аладха. Наши мудрецы переводят «зажигать светильники». Также это можно сказать «поднимать свет в свет витилей». Начинаем главу Беа-Аладха. «И говорил Бог, обращаясь к Машет так. Говори о Гарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры, да обрати от свет этих сем светильников, и сделал так Гарон к лицевой стороне миноры, зажег он светильники, ее, как Бог поверил Маше. Дело в том, что Всевышний нам хочет показать, что он не нуждается в свете миноры. Ведь в храме всегда светло, и днем, и ночью, хотя нет там окон, а светильник нужен для того, чтобы нас поднимать духовно. Поэтому ветви миноры обращены к стволу миноры, что минора ради того, чтобы ради нас. И вот устройство миноры. Из цельного слитка золота выкована она, до самого основания, до цветковью, из цельного слитка выкована она. По образу, который Бог показал Маше, так сделал он минору. Наши мудрецы говорят, что она около двух метров, четыре локтя высотой, ступенечки там были. Чтобы понимать, это высоко, но наши мудрецы пишут, что Огрон был высокого роста, он мог и без ступенечек ее зажигать. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. Так поступи с ними, чтобы очистить их, окропи их грехочтительной водой и пусть обреет все тело свое и вымоет одежды свои и очистит себя. Обычно нам запрещено обревать все тело. Но в данном случае это прямое указание Всевышнего, чтобы левиты полностью обрились. Это посвящение их на должность левитов. И возьмут молодого быка и хлебный дар к нему из тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом, а второго молодого быка возьмешь грехочтительную жертву. Жертву грехочтительную уже мука и масло не приносит. Отсажение, да, получается. И приведешь левитов к шатру откровения и соберешь все общество из Сынов Израиля и предстанут левиты предполагать. И возложат сыны Израиля руки свои на левитов. И посвятит агрон левитов Богу от сынов Израиля, чтобы служили они Богу. А левиты возложат руки свои на голову быков. Один будет грехочтительную жертву, а один жертву всесожжения Богу для искупления левитов. И поставишь левитов предокароном и перед сыновьями его и посвятишь их Богу. Так выделишь ты левитов из среды Сынов Израиля и станут моими левиты. А затем придут левиты, служившие три откровения, после того, как ты очистил их и совершил над ними обряд посвящения. Ибо отданы они мне из среды Сынов Израиля вместо каждого первенца, открывающего утробу, вместо каждого первенца Сынов Израиля, взяло их себе. Ибо мне принадлежит каждый первенец из Сынов Израиля, первенца людей и первенца скота. В день, когда поразило всех первенцев страны египетской, посвятил я их себе. И взял левитов взамен всех первенцев у Сынов Израиля. И отдал я левитов помощники Агарону и сыновьям его из среды Сынов Израиля, чтобы они исполняли службу Сынов Израиля в шатре откровения. И искупали вину Сынов Израиля, чтобы не случилось с сынами Израиля несчастье, когда будут подходить сыны Израиля к святилищу. И сделали Маше и Агарон и все общество Сынов Израиля с левитами все, что Бог поверил Маше и левитах. Все точно исполнили с ними сыны Израиля. И очистили с левиты и вымыли одежды свои и совершил над ними Агарон обряд посвящения Богу. И искупил их Агарон, чтобы очистить их. А затем пришли левиты совершать служение в своем шатре откровения перед Агароном и перед Семи и перед Сыновьями его. Как Бог поверил Маше, а левитах так они и сделали с ними. И говорил Бог, обращаясь к нам же так, вот что левитах, от 25 лет и старше пусть стоит каждый на службе для исполнения работы в шатре откровения. А с 50 лет возвращается он от исполнения работы и не работает более, но прислуживает братьям своим в шатре откровения и несет стража. Работы же он не будет исполнять. Так поступай с левитами, полдожил сям и. И мы с вами читаем в прошлых главах, что пересчитали всех левитов, кто стоит на службе с 30 до 50 лет. И было в трех станах левитов 8580. А здесь пишется с 25 лет. И наш замечательный комментатор Рабиш Ломаец Кираши, он пишет, что на службу левиты уже приходили 25 лет. И 5 лет они практиковались. И только с 30 лет приступали к основной работе. Вот так. Если кто-то что-то хочет рассказать, на эту тему спросить, пожалуйста, не стесняйтесь. И говорил Бог, обращаясь к Маше в пустыне Синай, во второй год после исхода их и страны египетской в первый месяц так. Пусть принесут цены Израиля пасхальную жертву, назначенное для нее время. В 14-й день этого месяца в сумерке принесите ее в назначенное для нее время. По всем установлениям и по всем законам ее принесите ее. И говорил Маше сынам Израиля, что принесли они пасхальную жертву. И принесли они пасхальную жертву в первый месяц 14-го дня в сумерке в пустыне Синай, как Бог повелел Маше. Все точно исполнилось на Израиле. Но были люди, которые были нечисты и поприкоснулись к мертвым. И не могли они принести пасхальную жертву в тот день. И подошли они к Маше и к Агрону в тот день и сказали люди ему, сказали эти люди ему, мы нечисты и поприкоснулись к мертвым. За что же будем мы лишены возможности принести жертву Богу в назначенное для нее время среди сынов Израиля? И сказал им Маше, постойте, а я послушаю, что повелит Бог вам. То есть наши мудрецы говорят, это люди, которые несли гроб Йосифа. А в таком случае человек не может семь дней заходить в храм и получать не может выполнить жертву Песа. И у них вопрос, они что же хотят эти люди принести жертву Песа. Это был единственный Песах, который мы праздновали в пустыне. Потому что после этого мы не обрезались, потому что мы все время ждали любую минуту команды Всевышнего вставайте, идите. Облако могло подняться, Всевышний не сообщал, когда точно поднимется облако. Когда поднималось, мы обязаны были следовать за ним. И Всевышний с нас не требовал этого, чтобы мы делали обрезание в пустыне. Когда мы уже перейдем Иордан, то Лезаркоин и Игошу набрежут весь народ. И говорил Бог, обращаясь к Машеттам, говорится нам Израиля, так, всякий, кто будет нечист, ибо прикоснулся к мертвому или в дальнем пути из вас или из потомков ваших во всех поколениях и намерен принести пасхальную жертву Богу, во второй месяц четырнадцатого дня в сумерки пусть принесут ее с опресноками и горькой зелью пусть сидят ее и пусть не оставляет от нее до утра и не ломает костей ее по всему усновлению пасхальной жертвы пусть приносят ее. Человек же, который чист и в дороге не был и откажется принести пасхальную жертву от урода будет душа это однорода ее, ибо жертвы Богу не принес он назначенное для нее время. Греховый понесет тот человек тот. И если будет жизнь у вас пришелец и намерен он принести пасхальную жертву Богу по усновлению пасхальной жертвы и по закону ее должен поступить усновление одно будет для вас и для пришельца и для жителя страны. человек по уважительной причине не может принести пасхальную жертву он был в тюрьме и не мог принести или он был на очень большом расстоянии от Иерусалима и не мог присутствовать в Иерусалиме по уважительной причине и он приносит жертву Песах такой же только 14 яйя на месяц позже и не нужно в данном случае убирать хамес из дома здесь уже это не требуется но есть обрисновки сколько зеленью с мясом и он Капесах обязательно а в день когда возвизнут был шатер откровения покрыло облако шатер над подкрытием его и с вечера было над шатром как бы огненное явление до утра это у нас первая Ниссана 2449 года Новый год царей когда мы поставили шатер собрал начало служение так было всегда облако покрывало его а явление огненное ночью а когда поднималось облако от шатра двигались за ним и сыны Израиля на месте где опускалось облако останавливались станом сыны Израиля по указанию Бога двигались сыны Израиля по указанию Бога останавливались все время когда стояло облако над шатром стояли они даже если задерживаясь облако над шатром много дней сыны Израиля следовали указанию Бога и не двигались а бывало что облако оставалось на шатром несколько дней они по указанию Бога стояли и по указанию Бога двигались И бывало, что оставалось облако от вечера до утра, и когда поднималось облако утром, они двигались. И бывало, что оставалось оно и днем, и ночью, лишь поднималось облако, они двигались. И если два дня, или месяц, или год, сколько ни находилось облако над шатром, стоялись на Израиле и не двигались. А как поднималось, они двигались, по указанию Бога стояли и по указанию Бога двигались. предостережению бога следовали по слову бога через машин допустим вот у нас будет одно место вот только выше заросенной и через три дня мы уже были в одном месте назвали вас последствия тавера потом кем рода этого вот была стоянка кадеш там где умирает у нас бирьям и раши властной памяти он пишет что тора говорит нам что мы 19 лет там были потому что тора пишет что мы пробовали в кадыше столько же дней сколько на других стоят получается так и мы не знали в какой момент облака поднимется и говорил бог обращаюсь машета сделай себе две серебряные трубы пыку их из одного пуска серебра и будут они у тебя чтобы создавать общество и поднимать станы и когда затрубят в них то сами сами соберется к тебе все общество ко входу что откровение когда же только в одну затрубят соберутся к тебе все вожди главы тысяч израиля а когда затрубите трубным звуком двинутся станы стоящие на востоке когда затрубить и трубным звуком вторично двинутся станы стоящие на юге то есть у нас восточный стан это и куда и сахар-звулун а южный стан это ревеншим он и как трудно звуком пусть рубят для каждого движения и при созыве же сына уже собрание трубики но не трубным звуком основные огорода коины должны трубить в трубы это будет для вас вновлением вечным для всех поколений ваши а когда пойдете на войну стране вашей против врага притесняющие вас то трубите в трубы трубным звуком и вспомнит о вас бокс и сильный ваш и будете вы спасены от врагов ваших и в день веселья вашего и праздники ваши и в новомещи ваши тоже трубите в трубы при жертвах сожжение ваш и при жертвах верных ваших и будут они вам для напоминания перед всесильным вашим я бог все сильный ваш вот эти трубы серебряные это были трубы для машин а в другие трубы трубили другие и не пишется что он и должен перед последствием передавать с поколением поколения не пишется и было второй год во второй месяц двадцатого дня поднялось облако от жатра откровения значит второй месяц называется яр четырнадцатого яра мы песок шины праздную тот кто не мог принести первый песок а вот теперь у нас еще через шесть дней наступает 20 и и двинулись сыны израиля в походы свои из пустыни сина и опустилась облако в пустыне паран и двинулись в первый раз по указанию бога данному через машин и двинулась знамя стана сыновья гуды впереди по ополчением их ополчением его на шон сынами надава то есть сейчас спаситель ростура перечисляет наших князей она заполчением колено сыновой сахара не тель сенсора а наполчение колено снова зволуна или афсин хейлона и поднят был шатер и двинулись сыны гершона и сыны брали носители шатра сначала и куда и сахар зволу он стал восточный потом потом двинулся шатер сыны гершона и брали несут шатер мы знаешь на гершона несут ткани а сын брали самые тяжелые предметы шатра вот так потом движется южный стан и двинул нас то знамя станя стана риу вена по ополчением их ополчением его или сур сын шдеура ополчением колено снова шимона шлубе эльцин сурешадая ополчением колено снова гадо элисав сын де уэля то есть сначала его зовут элисав сын де уэля потом дальше мы смотрим в той же главе бейтбар элисав сын реуэля а потом все время элисав сын де уэля не знаем не комментирует нашим мудрецы почему а затем двинулась а затем двинулись сыны кигата носители святилища чтобы установить шатер до прихода их сначала сыны гершон нам риу ставлю шатер а потом после южного стана и тут уже сыны кигата несут самые священные предметы а наполчение колено снова гадо элисав садуэта и двинулась знамя стана сынов минаше и эфраима по ополчением их ополчением его или шама сына мигуда дедушка и гоша сына на номер оболчением колено сыном и наши говорили сын да цура полчением колен соби имина а видан сын гидани и затем двинулась знамя стана снов дано забыкающая все страны по получения и облачением его ахиазер сына мишадая на ополчение колено снова шара по гельцы на храна на оболчение колено словно это ли ахирасы на и на на вот походы снова израиля по ополчением их и так двигались они замыкающий стан это стан дан северный стан наши мудрецы и что они подбирали потерянные вещи которые остальные колено потеряли по дороге вот они замыкали и все это дело и сказал маша хававу сына риуэля мидианитянину шурину маша отправляемся мы в то место о котором сказал бог его отдам вам идите же с нами и мы сделаем тебе добро ибо бог обещал благополучие израилю но хавав сказал ему не пойду но в страну свою народину свою пойду и сказал маша прошу не оставляй нас ибо точно знаешь что пристанище для нас пустыни и был бы ты нам глазами и вот если пойдешь с нами то тем добром который осчастливит бог нас осчастливим тебя и отправились они от горы бога три дня пути а ковчег союза бога шел на три дня пути впереди них чтобы найти для них место отдыха облака бога было над ними днем когда двигались двинулись они истана пора пришло мальскаки говорит что хавав это одно из семи имен петру что это он печенье одесса конечно швыри нумаше что это братцы поры впечатление такое текста но вы должны смотреть что наша устная традиция говорить это самое важное для нас вот свой как пишет себя сразу смотрим хавав этой тро ибо сказано из сынов хавава тесте машин судьи 411 а что означает и пришли они дочери трок риуэлю своему отцу имена 218 ешь может читает учит что дети называют деда отцом у него у тесте маше было много имен и дро потому что он прибавил то есть при его посредстве был прибавлен один раздел торы хавав потому что он любил тору и так далее то есть можно вспомнить имена и все ему может сейчас помню вот среди если и тро у нас есть и етер у нас есть и риуэль 3 у нас есть теперь у нас есть и и тро хавав риуэль етер 4 потом пути эль у него имя 5 тени это 6 и кто у нас еще есть и тро етер риуэль и кто-то еще вспомнил да и было когда двигался ковчег говорил машев стать бог и рассеются враги твои и разбегутся ненавистники твои от лица твоего когда останавливался ковчег говорил он вернись бог десятков тысяч израиля а получает раз хивер 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 еще седьмой вспомнил так и стал народ как бы роптать на бога и услышал это бог и возгорелся гнев его и загорелся у них огонь бога и пожрал край стана его запил народ маши и помолился маша и погас огонь и назвали место это тавыра потому что там загорелся у них огонь бога так значит три дня пути пришли в это место и тут началось робот что это такое вообще а ну комментарии смотрим что у нас это и стал народ как бы предлагать искать народ без значения означает не что иное как нечестивые и так же сказал что делать если с этим народом имена 17 4 сказано это не добрый народ когда же эти люди достойные называются мой народ как сказано отпусти мой народ мой народ я сделаю в общем у нас есть 78 псалом и написано что мы начали требовать еды пищи которые вожделели и возгорелся огонь и сжег лучших из них сжег край стана лучших из них а кто у нас на краю стана вожди есть такой комментарий царь Давид распишет это в своем псалме серьезный источник и действительно мы после этой тавиры больше ни разу не встречаем имена этих вождей которых сейчас Тора 12 перечисляет даже на Кшонце на Минадава нигде не упоминается потому что РФ Раф в войске не участвует а вот здесь стан получается военный стан не знаю в общем раз написано лучше к Израиле поверх то комментарий нам более понятный и тот чем комментарий Раша Псалом это серьезный комментарий а сброд который среди них стал проявлять прихоти и снова заплакали сыны Израиля и сказали кто накормит нас мясом помним мы рыбу которую ели в Египте даром огурцы и дыни и зелень и лук и чеснок то есть если наглостью не получилось роптать начали начали теперь мы решили плачем возьмем берите ешьте мясо у нас очень много написано что весьма много скота ешьте вывели из Египта мы богатые вышли из Египта на Всевышний подарил золото мы забрали у египтян мы можем покупать у народов которые вокруг мяса что хотим покупаем нет ключевое слово даром дайте нам даром то есть вода есть еда есть ман есть ешьте и ман принимает любой вкус который хотят люди если слушаемся Всевышнего он прекрасный на вкус он похож на семя кориандра вид нежного хрусталя на вид как медовый пирог то есть как нежное масло он и кто соблюдал Тору и хотел соблюдать он ел прекрасную еду и что хотел то в рот и попадало захотел мороженое будет во рту мороженое захотел что это будет жареная курица будет жареная курица то есть что хотел кто нет значит приходилось его далеко собирать из шатра и еще и тяжело его перемалывать и заставить в свою еду в общем это действительно было не так-то просто и вот люди написано что вот это сброд требовали а теперь душа наша иссохла нет ничего кроме мана этого что перед глазами нашими ман же был похож на семя кориандровое а вид его как вид хрусталя и расходились люди и собирали и мололи в жерновах или толкли в ступе и варили в котле и делали вкус его как вкус нежного масла а когда спускалась роса наста ночью спускался иман с нею и услышал Маше как народ плачет по семейству своим каждый ухода в свой шатер и весьма воспламенился гнев бога и Маше была прискорда и сказал Маше богу зачем сделал ты зло рабу твоему и отчего не удостоился я милости в глазах твоих что возлагаешь бремя всего народа этого на меня разве я носил в очреве весь народ этот или я родил его что ты говоришь мне неси его в лоне твоем как носит пистон ребенка в страну которую ты поклялся отдать отцам его откуда у меня мясо чтобы дать всему этому народу когда плачены передо мной говоря дай нам мясо и будем есть не могу я один нести весь народ этот ибо слишком тяжело это для меня и если так ты поступаешь со мной то лучше умертви меня если я удостоился милости в глазах твоих чтобы не видеть мне бедствия моего то есть Маше просит его умертвить потому что он не может это пережить потому что уже было мы уже требовали мясо чуть больше года назад когда у нас забилось сердца при виде голодной смерти когда у нас матца закончилась и Всевышний дал мясо и не наказывал нас за это пока мы не начали говорить если Бог среди нас или нет терпел нам дал нам ман дал нам мясо сначала вечером мясо утро ман потом испытание было опять воды нет опять хотел чтобы мы молились мы не молились тогда Маше сказал не Всевышний сказал Маше что он стукнул посохом поскорее Маше стукнул посох в пастыле пошла вода а мы все равно уже все получили все равно требовали говорили есть ли Бог среди нас или нет пришел Амалек начал нас убивать это единственный случай в пустыне что вообще кто-то убил из других народов а теперь опять мы уже прошли уже чудеса невероятные уже у нас все хорошо мы только три дня отошли от пустыни и уже все от пустыни Сина и от Горы Сина вернее и начали уже требовать мяса и Маше говорит лучше мне умреть я не хочу это бедство видеть и сказал Бог обращаясь к Маше собери мне 70 человек и старейшин Израиля которых знаешь ты что они старейшины народа и насмотрщики его и приди их шатру откровения и пусть станут они там с тобою а я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от духа которые на тебе и возложу на них дабы носили они с тобою бремя народа этого и не будешь ты носить один а народу этому скажи готовьте завтрашнему дню и будете есть мясо ибо блакали вы обращаясь к Богу говоря кто накормит нас мясом ведь лучше было нам в Египте и даст вам Бог мясо и будете есть не один день будете вы есть и не два дня и не пять дней и не десять дней и не двадцать дней но в течении месяца и не написано тридцать дней а в течении месяца пока оно не выйдет у вас из носа и не станет для вас отвращением за то что гнушались вы Богом который среди вас и плакали вы перед ним говоря зачем это мы вышли из Египта и сказал Маше шестьсот тысяч пешек насчитывает народ среди которого я нахожусь а ты сказал дам им мясо и они есть будут месяц даже если мелкий и крупный скот зарезан будет для них хватит ли этого им даже если все рыбы морские собраны будут для них хватит ли этого им и сказал Бог обращаясь к Маше разве рука Бога коротка теперь увидишь сбудется ли с тобой слово мое или нет и вышел Маше и перескал народу слова Бога и собрал семьдесят человек и старейшин народа и поставил их вокруг шатра и сошел Бог в облаке и говорил с ним и отделил от духа который на нем и возложил на семьдесят человек старейшин и когда владел ими дух стали они пророчествовать но ненадолго и оставались там два человека в стане имя одному Эльдад а имя другому Мейдад и овладел ими дух пророчества ибо они были в записных но не вышли к шатру а пророче в стане Медраж невероятно рассказывает что у нас есть в живой Торе этот комментарий стоит что Эльдад Мейдад это два брата Маше и Агрон и Мирья когда Абрам услышал что фараон топит мальчиков он решил развестись своей женой с Еховед и чтобы не рожать детей и его жена Еховед не была с этим согласна она не собиралась с 20 месяцев взяла вышла замуж пишется за вождя колено Зволуна Эльцефана сына Парнаха и родила Эльдада и Мейдад и вот потом она опять замуж выходит зам Рама это все было до дарования Торы видно это разрешено было ничего она не нарушала по закону так выходила замуж сто раз за своего мужа уже выйти за первого мужа выйти нельзя если она уже замужем была но это было дарование Торы все можно она вышла замуж и тогда родился Другой Медраж говорит что Эльдад это Эльдад сын кислона вождь колена Бениамина а второй это который Мейдад это Кмель сын Шифтана это вождь колена Эфраима вот это они тогда это скорее всего не пересекающие все Медраж потому что если отец из колена из Булуна не могут дети родиться один из Бениамина а другой Эфраим это Медраж не пересекаются так и прибежал отрок и сообщил Маше и сказал Эльдад и Мейдад пророчествует встанет и отозвался Егоша сын Нуна прислуживающий Маше прислуживавший Маше из избранных им и сказал господин мой Маше задержи их пусть они пророчествуют встанет нужно было выбрать 70 человек в каждом колене надо было взять по 6 человек тогда получает 72 всеми же сказал 70 и 2 человека остались неудел Эльдад и Мейдад но Всевышний подарил им пророчество за это и они получили пророчество они пророчества они все правду говорили говорили что Маше прет и Егошево станет вместо него в общем вот это они пророчествовали и Егошево обратился к Маше и сказал ему Маше не ревнуешь ли ты за меня о если бы все сыны народа были пророками лишь бы Бог дал им дух свой и ушел Маше в стан он и старейшина Израиля а ветер поднялся по велению Бога и принес перепелов с моря и покрыл ими стан на день пути туда и на день пути сюда вокруг стан и около двух локтей над землей и встал народ и весь тот день и всю ночь и весь следующий день собирали перепелов наименее успевший собрал десять хомеров и разложили их себе вокруг стан еще было мясо в зубах их еще не пережевано как гнев Бога возгорелся народ и поразил Бог народ мором весьма сильным и нарекли тому месту имя Кеврот Гатава ибо там похоронили приходливый народ из Кеврот Гатавы двинулся Хацерот и остановился в Хацероте мы знаем что в разведке мы были 40 дней и пришли мы восьмого ава с разведки с ночь на девятое ава разведчики пришли и все вышли сказал вы плачете в эту ночь напрасно теперь будете плакать в эту ночь не напрасно напугали нас разведчики и если мы были 40 дней повышали тогда мы наши мудрецы посчитали в разведку 29 Сивана теперь смотрим там если мы значит 30 дней ели это мясо 23 яра пусть это будет 23 Сивана мы едим это мясо как месяц здесь написано и тогда 7 дней была поражена Мирьям и мы не могли двинуться вот получается 30 числа мы могли только выйти в разведку но тут же не написано что 30 дней а написано месяц а месяц у нас бывает 29 дней вот тогда сойдется что 29 числа мы пошли в разведку другие считают что сразу был этот мор одни считают комментатором что в месяц вот как здесь написано другие читаешь сразу потом будем еще разбирать и сказала умаше не ревизуешь на меня это мы разобрались так из кеврот готовы ввинулся народ в хацерот и оставался в хацероте хацерот слово напоминает цараат это слово проказа называется цараат вот мы читаем об этой болезни в главах тазря и мицар похоже они на цар и говорили мирьями агарон против маше по поводу кушитки которую он взял ибо жену кушитку взял он себе какая у него могла быть жена кушитка раша говорит что кушитка переводится еще и красивая что цепора красивая вот и по этому поводу агарон смирьям брат и сестра маше поговорили это не понравилось всевышнему и были за это они наказаны пострадали действительно медраж говорит что маше была жена эфиопа да была написано у нас что убежал маше из Египта и потом написано что он пришел уже в страну медьян но ему по-моему там пишется что 20 лет было когда он из Египта убежал а в 68 лет он прибежал в страну медьян где он был 48 лет пишет он был в земле куш в эфиопии и дослужился что он стал там царем и ему дали царицу эту в жены принцессу но маше не был обычным человеком он не мог с ней жить потому что он был преданным всевышнему и он не мог без купы без ничего без юра он не мог с ней жить поэтому он вынужден был покинуть покинуть Эфиопию и ушел в страну египетскую куда он ушел медьян в Саудовской Аравии сегодня это место называется вот так вот так что намек есть что жена кушитка у него была в ведраше а так кушит темная жена темнокожая так и сказали разве только с маше говорил бог ведь и с нами он тоже говорил и услышал бог а человек этот маше был скромнейшим из всех людей на земле и сказал бог внезапно обратившись к маше и к агрону и к бельям они все находились в разных местах каждый у себя дома только все с уста говорю я с ним и явно они загадками и образ бога видит он как же не боитесь вы говорить против права моего маше и возгорелся где бога на них и ушел он от них и облако отошло от шатра и вот мирям покрыто проказой как снегом и взглянул огородно мирям и вот прокажена она и сказал огород маше прошу господин не сочти нам за грех что мы глупо поступили и согрешили да не будь она как мертвец который выходит из его матери полуислевшим и возобил маше к богу говоря овсе сильно моля исцели ее искал бог обращаясь к маше если бы отец ее плюнул ей в лицо разве не скрывалась бы она в стыде семь дней пусть будет нас заключена семь дней внестана а потом придет и была заключена мирям внестана семь дней народ же не отправлялся в путь пока не вернулась мирям а затем вернулся двинулся народ из хацарота и остановился в пустыне паран почему там мирям поговорила по поводу кушитки она встретила цепору и она какая-то красивая цепора ну а цепора как-то так или плечами пожалуй ну что типа ну и что что красивая и она поняла что маше с ней не спит и она решила вот это вот навести порядок пошла кровину первосвещение кугорону в принципе ничего здесь страшного нет но они были люди на очень высоком духовном уровне и она имела право об этом говорить но только с маше если бы она ему пришла и сказала все было бы правильно а маше не мог спать с женой потому что нам сказано когда мы получали турон агарисиная все выше сказал будьте готовы готовы к третьему дню не приближайтесь к женщине маше нам так сказал что мы три дня не приближать к женщине даже ограду поставил чтобы мы ничего не нарушили потому что это было для нашей жизни опасно и теперь что теперь мы в пустыне маше получает тору он все время разговаривается с всевышним и получается он не мог спать с женой но мирям мирям с агароном это не поняли всевышний также поразил агарона проказой так мы знаем из бедорша но сразу ее убрал чтобы не позорить первого священника мирям мы видим что она не 7 дней ждет а потом еще 7 дней контрольных такого нет просто 7 дней так всевышний сделал что она была сразу поражена уже в последней стадии такой то есть она уже вся эта проказывала наружу то есть написано если увидит кое что все тело покрыло проказа с головы до ног сколько могут виделась за кое то человек уже чистый все вот поэтому она как бы контрольных этих 7 дней была и все и уже вернулась там мы ее подождали на этом глава биалатха заканчивается кто хочет что-то рассказать спросить не стесняйтесь пожалуйста дочитаем хафицхаем хафицхаем любите делать добро ежедневные уроки в умении давать уроки рома фишля шехтера перевел на русский язык и далее спина день 25 25 тишили 25 ниссана агаватхэсет раздел 2 глава 7 надежная предпосылка если до сих пор я не думал всерьез что должен давать сегодня начну это делать можно ничего не достичь и все потерять если человек пытается то что должен отдавать с другой стороны исполнение обязанностей по отношению к другим железная гарантия того что трудно достигаемые цели не уплывут из рук результат отказа отдавать когда представилась возможность обсуждает бедраж тана твээлия гузута 16 дворим 28 47 48 тора в этой фразе предупреждает за то что ты не служил творцу твоему богу с радостью в доброте сердечной будешь служить своим врагам в голоде жажде и наготе лишенной всего бедраж определяет понятие голод так бедный приходит и просит богатого дать капельку пива или немножко уксуса а богатый отвечает не беспокой меня у меня сейчас клиенты о которых я должен заботиться отказ определяет его судьбу валиваются солдаты в его двери требуют лучших вин так он лишается и нескольких глотков пива которое мог дать и всего ценного хаффинсхай объясняет что это обычная последовательность когда человек не дает то что может он теряет и это и часто намного больше талмуд тубот 66б67а приводит пример нагнимона бенгурион равьяханан бензакай подошел к его дочери когда она выковыривала на поле зернышки ячменя из навоза скота он спросил ее как ее богатейшая семья в Иерусалиме дошла до такой нищеты благотворительность соль для денег ответила она объяснив что отец потерял эту соль не давая достаточно помощи и даже имущество ее тесте который связался с накидмоном пропало но талмуд рассказывает о многих случаях огромной филантропии накидмона его ошибка говорит один из источников было в том что он должен был давать намного больше если бы даже его благотворительность стекла как ручей этого мало она должна была течь как река всевышний область огромным богатством если человек теряет средства он должен проверить достаточно ли дает кафецхайму однажды пришел ввозчик который потерял свою лошадь почему это произошло спросил кафецхайм тот стал думать что неправильно обращался с лошадью но раб продолжал может быть ты когда давал ей пастись когда-то давал ей пастись в чужом пастбище или учинил кому-то ущерб который целиком не восполнил водщик ответил ой рыба я вас тоже вез однажды и вы потеряли свое пальто а ваша лошадь не паслась на чужом поле хафецхайм ответил так же я отношусь к себе я продаю книги возможно покупатель заплатил полную цену за книгу которая плохо переплетена и постеснялся обратиться ко мне чтобы я вернул деньги или их часть но не простил из меня есть что спросить богатство в руке еврея не стойко только если получено в чистоте и раздается сагават хесет сохраняется в целости и для пользы соль сохраняет продукты от порчи интересная сильная вещь на сегодня наш урок заканчивается всем браха параса кавана мазал том что мы это часть не грешили изучали тору всем все самому лучшего до встречи в четверг блин это в час дня спасибо за урок хорошей недели спасибо пожалуйста спасибо большое всего доброго